Братульсы мои, всем привет! Дмитрий Виноградов, YouTube канал Мужская Тропа Я, братцы, никуда не пропал, давно не выходило видеороликов на моем канале Вкратце расскажу, потому что, друзья, последние четыре охоты просто были в ноли Ничего не удалось добыть Ну, холостые такие охоты, как бы, снимать и выкладывать в сеть, ну, в YouTube не хочется Потому что многие потом пишут негативные комментарии, что вот, охота, дичи нет, зря потраченное время Так что, братцы, как-то так Сегодня я, братульсы, не на рыбалке Потому что некоторые, кто-то увидит бур и скажет, а, приехал рыбку порыбачить Нет, братцы, я приехал сегодня для того, чтобы сделать приваду Ну и сегодня также попробую посидеть на лесу Я нахожусь на таком вот большом пруду Леса здесь кругом активно ходит, везде юные следы есть У нас уже февраль месяц, все-таки уже вот-вот начнется, братцы, гон Под той сосной планирую сделать себе засидку А вот здесь, посреди пруда, сделать приваду Так как все-таки пруд, это такое отлично светлое место Без всяких, как говорится, кустов, деревьев И я думаю, что в ночи будет комфортно все-таки лесу увидеть, да На расстоянии выстрела и его произвести Сейчас, братцы, я буду делать приваду Показывать я это не буду, все-таки эта работа не быстрая, монотонная Но как все сделаю, я вам все обязательно покажу Так что, братцы, заряжаем пока видео лайчинским Подписываемся на канал, если еще никто не подписан Ну что, братульцы, где-то час работы И получилась вот такая вот у меня конструкция Три опоры Каждая опора у меня уходит в лунку Я пробурил лунки специально, чтобы они вмерзли Сантиметров, наверное, на 30 И вот так по сторонам, братцы, все обколотил досками Не стал зашивать наглухо Пускай уж лучше, если лиса будет приходить Пускай она приходит Пускай она достает, чтобы она знала, что здесь можно поесть Набил, друзья, вот эту вот всю приблуду Полностью битком Я специально оставлял шкуры бобра Вот ливер Кости, свиные ошметки Вот так вокруг привады Тоже накидал мелкие куски мяса Кости Даже пирог Жена дело, картофельный, мясной оставался Я тоже его здесь раскидал Для того, чтобы привлечь внимание птиц Когда здесь будет птица Я имею в виду ворона, ворон То для лисы это знак Что здесь есть еда Ну и в завершении всего У меня было полтора литра бульона мясного Я его протушил и все обильно пролил Друзья, вы знаете На улице дует ветер Но вонище стоит такая Что даже вот чувствовать Я думаю, что лисе это все очень понравится Сейчас я за собой здесь все уже прибрал Конечно, пакеты, мешки все убираю Иду, делаю себе Засидку Ну и сегодня так же посижу Брал с собой специально я запасную одежду Чтобы пойти переодеться Потому что я все-таки работал, вспотел Оденусь потеплей, друзья И присяду Ну, когда я уже пойду К засидочке Я покажу, как я там обустроился Ну и включимся В любом случае Так что, братцы, вот такая вот привада Пишите комментарии Я думаю, что она будет очень хорошо работать Конечно, возможно, не сегодня Потому что только сегодня я ее построил Зверь про нее еще не знает Но я думаю, что в течение недели Лиса сюда Начнет уже активно, братцы, ходить Ладно Убираюсь Иду в машину Пью чай и включусь на засидки Братцы, ну что, я на месте Не знаю, конечно, как сейчас камера видит Вот мое место Все, в принципе, у меня готово Сделался такое небольшое укрытие Отличный обзор Справа поле вижу Полностью вижу весь пруд И вдоль прудов Как бы, да По внешней и внутренней стороне Подходы, братцы, тоже мне видать По вооружению у меня будет Моя сегодня МР 155-я Дульное устройство, друзья Прогресс 0,5 Поставил именно 0,5 Патроны буду использовать на охоте Так, азот Гейм 0 Я думаю, друзья 0 вполне будет достаточно Ну, на всякий случай Третий, четвертый патрон Заряжу 2 0 Все, друзья Пожелайте мне ни пуха, ни пера В любом случае Это видео выйдет На YouTube Если я что-то добуду сегодня Обязательно вам покажу На приваду буду ездить часто Дай бог Планирую Два раза в неделю Это точно ее посещать, да? Охотится Ну, а, друзья Все, что получится Как Бог даст Я начинаю, друзья Свою охоту Так, друзья Время уже получается 12 часов ночи Посидел я Возле привады Свой новой 7 часов И, друзья Лис увидел Она была вон там В метрах Наверное 150-200 От меня Вышла на бугорок И зашла Вот в эту посадку И больше я ее Не видел Сейчас хочу пойти Посмотреть Следочки ее Куда же вообще Она ушла Кстати, видно Все очень хорошо Когда сидишь Все вокруг белое И лесу было Очень отчетливо Мне видать Ну, сейчас пойду Посмотрю И вам покажу Куда же ушла От меня Лиса Кстати, надену Фонарь на ружье Так Поудобнее будет Мне идти Вот, друзья Вот лисичка Вот лисичка Шла Вот прям Свежий след Теперь мне интересно Куда она вообще Пошла Потому что Вот она зашла В посадку И больше Я ее не видел Вот Прям свеженький Свеженький следок Чуть-чуть Она до меня Не дошла Сидел я Конечно Очень тихо А вот Следы Вот ее Друзья Следы Да До меня Метров 150 Обошла Вообще Стороной И как Она пошла Дальше Интересно И куда Вот видите Прямо Свежий Свежий След А я Вон Сидел И видел Как она Гуляла Здесь Братович Ну что Я в машине Посидел После Тау Как Прошелся Еще Часок Аж Язык Заплетается Ну Братович Все Уже И устал Подзамерз Решил Ехать Домой Что могу Сказать По сегодняшней Охоте Что Друзья Получил Очень много Скажем Таких Эмоций Когда Увидел Лису Сердце Застучало Так Просто В грузине Что Думал Лиса Услышит Ну Не знаю Надо Дать Времени Чтобы Лиса Все Так К привазе Привыкла Вы знаете Когда Она Вышла На лед И шла Она Вот как То Прям Смотрела На эту Приваду Возможно Она Не привыкла Что на льду Что-то Да Находится И возможно Ей нужно Время Ну я думаю Дня 3-4 Лиса К приваде Привыкнет Лиса К приваде Подойдет Потому что Еды там Очень много Не могу Аж Говорить Просто От того Что На морозе Посидел Просто Все Онемело Языка Губы Так что Братцы Вот такие Вот дела Еду Домой Через 3 дня Еду Опять же Сюда же И возможно Посижу Попробую Всю ночь Так что Братульцы Всем спасибо За просмотр А я поехал Домой Продолжение следует